В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде целый поселок остался без воды. В городе из-за жаркой погоды увеличилось количество пациентов, обращающихся к врачам. Общее состояние нарушается, и бывают тошноты, головокружение, бывает потери сознания. Даже вот сегодня у нас к нам девочка молодая обратилась, ей лет 15-16. На учебном полигоне Спаск сегодня идут настоящие бои. В Караганде целый поселок остался без воды. Цементный завод Вактау, который на протяжении нескольких лет снабжал их водой, наотрез отказывается подавать техническую и питьевую воду из-за долгов жителей. Местные власти пытаются решить проблему, но пока безрезультатно. Жители поселка Актау бедствуют уже не первый месяц. Более 7 тысяч людей остались не только без питьевой, но и даже технической воды. Воду местный народ возят на тележке за полкилометра. Острая нехватка воды здесь чувствуется с начала июня, возмущаются жильцы. А вот на дачах ситуация и вовсе плачевная. Садоводы рискуют потерять весь будущий урожай. Из-за отсутствия воды в огородах появилась засуха. Дачники пытались рыть скважины, собирали дождевую воду, чтобы полить огород, но все старания оказались напрасными. Люди посадили дачу. Все погибло. Все погибло, понимаете. Ничего нет. Я сегодня пошел на одну дачу. У нее, ах, не могу. 7 человек, семья, она вот такими слезами рыдает сидит. По словам жителей, тариф на воду повысился еще в начале сезона, сразу в 10 раз. Сейчас за один кубический метр людям приходится платить 350 тенге. Однако власти уверяют, что до сегодняшнего дня оплату некоторые люди не производили. Теперь из-за них невинно страдают все. Тариф установлен, я так понял, как это со слов, кто представитель был, от Актаусу. 350 тенге за сотку. То есть они, тот же ЦИМ-завод, просят с вашей стороны платить хоть что-то хотя бы оплатить. Тем временем местные власти нашли компромисс. Теперь ЦИМ-завод будет подавать воду не 4 часа 3 раза в неделю, а каждый день с 10 утра до 11 часов ночи. Сейчас мы договорились уже о том, что на 11 часов будем давать воду. То есть мы повышаем давление и пытаемся уже как бы обеспечить всех водой. Однако стабильное водоснабжение чиновники обещают лишь после того, как жильцы произведут стопроцентную оплату. Пока будет подключена только питьевая вода. Мирамгульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде из-за жаркой погоды увеличилось количество пациентов, обращающихся к врачам. Основная жалоба – недомогающих, головокружение, боль, тошнота и обезвоживание. Все это они приписывают повышению температуры воздуха. Медики призывают всех быть осторожными, а специалисты КАЗ-Гидромета обещают спад температуры и дожди. За последние две недели количество обращений в поликлинику номер один увеличилось почти на 15%. Врачи считают, что во всем виновата жара. Предупреждают, одеваться нужно по погоде. Минимум синтетики, лучше лен и хлопок. Обувь также должна быть удобной. Обязательно носить головной убор. Особенно это касается детей и пожилых людей. Очень важно, так скажем, соблюдать питьевой режим. Лучше всего пить простую воду, чередовая ее минеральной водой. Не рекомендуется употреблять, так скажем, прохладительные напитки, газированные, сладкие напитки, энергетические напитки. Они нежелательны, потому что они, в общем-то, в эпиле организма сказываются отрицательно. Специалисты КАЗ Гидромет утешают нас тем, что 3 июля зной спадет. Местами пройдет дождь. Такая погода продлится до 8-го. В целом, жару они называют нормальной. Аномальная жара была зафиксирована лишь 19 июля 1988 года. Тогда в шахтерской столице зафиксировали 39 градусов. Очень сильная жара отмечается на юго-западе Утауцкого района, а именно на метеостанции Жасказган, Житыканур и Куджамбай. На сегодняшний день там зафиксирована температура от 39 до 42 градусов тепла. Для Караганды 30-35 градусов – это норма. Опасной температурой воздуха считается температура от 35 градусов тепла и выше. Несмотря на утешительные прогнозы, врачи советуют быть осторожными. Ведь погода зачастую обманчива, особенно для тех, кто состоит на диспансерном учете. Летом не рекомендуется употреблять спиртные напитки и курить. Все это может вызвать резкое осложнение. Бросаться в прохладную воду тоже не стоит. Температура тела должна быть постоянно стабильной. А и мамрина, и сломбеку спана, арман артаев, первый карагандинский. Купальный сезон в разгаре. То ли жаркое лето, то ли небрежность на воде приводит к несчастным случаям. Их количество растет с каждым днем. На озере Балхаш в минувшие выходные утонули женщина и ее двухлетний сын. Тела утонувших женщина и ребенка заметили неподалеку от берега отдыхающие. Прибывшие на место происшествия водолазы достали трупы из воды. Личности установлены. Оказалось, что это мать и ее маленький сын. К пляжу тела прибило волной. В каком конкретном месте они утонули, не установлено. По одной из версий, женщина пыталась спасти оказавшегося в воде ребенка, и оба погибли. Мать была в одежде. Полиция выясняет обстоятельства гибели матери и ребенка. По данному случаю водолазами водно-спасательной службы данные тела погибших были излечены из воды и переданы сотрудникам уронов внутренних дел. Пока ведется следственные дела по данному факту. По информации водно-спасательной службы в Караганде в минувшие выходные на Федоровском водохранилище утонул 41-летний мужчина. Водолазы обнаружили тело в 15 метрах от берега. Помните, что прохладная вода таит в себе опасности. На сегодняшний день уже с начала года утонуло 11 человек, из них трое подростков. На сегодняшний день проводится комплекс мер по предупреждению купания на водоемах, правила ведения безопасности при купании. Проводятся рейды нашими сотрудниками, сотрудниками УЧС, УЧС районов, городов районов, совместно с сотрудниками полиции, сотрудниками водолазами-спасателями оперативно-спасательного отряда. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok В Караганде прошло очередное заседание Совета по связям с религиозными объединениями. Помимо текущих моментов, которые обсуждались на Совете, Аким области Нурмухамбет Абдебеков вручил юбилейные медали. В Казахстан Халкас Амблеясна жирмажил представителям духовенства. В числе награжденных Беккажа Амирзак Казкин-Улы, главный имам Карагандинской областной центральной мечети, Александр Осокин, епископ Карагандинский и Шахтинский епархии Православной Церкви Казахстана, Михаил Патрикеев, руководитель епархиального отдела церковь и общества Карагандинской и Шахтинской епархии, и Евгений Зинковский, священник Римско-католической церкви, администратор Римско-католической Карагандинской епархии. Затем о религиозной ситуации в работе Совета по связям с религиозными объединениями города Балхаша и Каролинского района доложили акимы этих регионов Александр Аглиуллин и Карел Максутов. Одним из приоритетов государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму является вовлечение институтов гражданского общества в профилактическую работу. И потому вторым вопросом повестки дня заседания стало обсуждение работы неправительственных организаций в этом направлении. В конце года писал одну статью и готовил туда эпиграф. За основу взял выступление президента нашей страны, в котором он говорит, что государство и граждане должны единым фронтом выступить против всех форумов и проявления радикализма, экстремизма и терроризма. Считаю, что данное заявление не потеряло актуальность и по сей день оно очень и очень актуально. Как известно, в декабре прошлого года указом президента страны была утверждена антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. В связи с этим на заседании Совета был заслужен доклад руководителя управления по делам религий Кайрата Нуркенова о роли антикоррупционного просвещения и реализации задач антикоррупционной стратегии в религиозных объединениях. По всем рассмотренным вопросам были даны соответствующие рекомендации. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На учебном полигоне «Спаск» сегодня идут настоящие бои. Пять команд из России, Беларуси, Китая, Америки и Казахстана соревнуются за победу в международном конкурсе «Алтынык» «Золотая сова-2015». Солдаты спецназначения, боевые приемы, борьбы с бандформированиями. Ведь исходя из сегодняшней политической ситуации в мире, такая боевая учеба крайне необходима. На поле брони побывал и наш корреспондент Аймамрина. На полигоне «Спаск» сегодня очень жарко. Температура воздуха и нервы участников международного соревнования «Золотая сова» накалены до предела. Более ста солдат ползают, проходят через узкие и колючие туннели, стреляют в различных положений и делают забеги. Идет война за звание лучших. Команды русских, белорусов, китайцев, американцев и казахстанских разведчиков показывают настоящие мастер-классы. Группа выдвигается в район выполнения задач, оттуда находит свой объект и наводит на него авиацию. И четвертый этап – это у нас преодоление полосы разведчика. На данном этапе есть 35 препятствий. Препятствия жесткие. Ведь разведчики должны преодолеть наземные, горные и водные сюрпризы за считанные минуты. Изнуряющая жара дает о себе знать. Многие не выдерживают. Становится дурно. Но, тем не менее, лидирует Казахстан. Соревнующую сторону нельзя недооценивать, потому что еще два этапа, еще ничего не известно. За действиями на поле боя следили специальные эксперты. Они приехали в Караганду из Турции, Индии и Италии. В следующем году в этих выступлениях в числе участников могут оказаться и их бойцы. Честь Казахстана защищает сборная команда из всех областей. Но среди них выделяются алматинские и карагандинские солдаты. Финал турнира состоится завтра. Аймам Рина, Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый карагандинский. В центре Караганды на остановке 45-го квартала появилось новое электронное табло, где все желающие могут найти нужный для себя маршрут и узнать время прибытия автобуса. Нововведение, конечно, хорошее, но улучшится ли от этого состояние самих пунктов ожидания и качества обслуживания пассажирских перевозок, разбирался наш журналист. Электронный экран показывает, какой автобус в ближайшее время придет на остановку. Люди пока к такому удобству не привыкли. Выглядывают нужный маршрут по старинке. Мнения у всех разные. Много же людей, которые не знают, какой маршрут куда едет. Есть неместные, много проезжих. Я обратила внимание, они давно уже стоят. Очень удобно и очень хорошо, потому что знаешь, время прибытия твоего автобуса. Ничего я не обратил, я плохо вижу, поэтому... По странам не снотру. Помимо радости, опрошенные высказали массу недовольств. Сами остановки в ужасном состоянии. Металлические сооружения не спасают людей ни от холода, ни от жары. Да и скамейки неудобные. Пожилым людям и детям очень тяжело перешагивать через высокие бордюры. А у общественного деятеля Павла Шумкина на этот счет свое мнение. Активист хотел бы, чтобы власти прежде всего советовались с людьми. Все новшества, власть должна согласовывать с жителями. И не придумывать от себя что-то, а спрашивать, что им надо сегодня, актуально, сейчас. И это будет правильно. И это будет одежда по размеру. Высказав разные мнения, люди все же пришли к одному. Налаживать работу общественного транспорта нужно. Главное, чтобы нововведения не оказались фикцией и густой тратой бюджетных денег. Ведь подобное табло уже стояли на остановках города раньше. Правда, воспользоваться ими пассажиры не успели. Аймамлина, Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Частичка космоса в Караганде. Захотел полетать, так лети. Никто останавливать тебя не собирается. Тем более отвечать за последствия серьезных падений. Местные жители возмущены тем, что лестница магазина «Космос», что на бульваре Мира-26, нуждается в капитальном ремонте. Но руководство торговой точки продолжает раздавать обещания, что ее восстановят. Пришлось в ситуации вмешаться и нашей съемочной группе. Житель Караганды Михаил Привалов показывает, по какой причине на этой лестнице падают люди. Мужчина теперь здесь ходит осторожно, чтобы не попасть в больницу. Хотя были уже случаи, когда разбита лестница магазина «Космос» на бульваре Мира становилась причиной несчастных случаев. Недавно пожилая женщина, когда выходила из торговой точки, полетела вниз и получила травмы. На выходе шла и считала что-то. Сколько она потратила денег и зацепилась ногами за стяжку верхнюю. Выдолблен цемент и кубарем скатилась с лестницы. Из магазина никто не вышел. То, что здесь опасная лестница, подтверждают и другие посетители магазина. Хотя жители признаются, что продавцы за прилавком всегда вежливые и никогда не обманывали их. Но нужно следить за состоянием ступенек. Они могут навредить здоровью человека, считают люди. Это опасно, Нелена? Она опасная, потому что вообще надо было ее сделать длиннее чуть-чуть. И более мягкий этот способ для пожилых. Бабушки некоторые вот так за эту трубу держатся, и то 10 раз назад поступают. Здесь работают хорошие люди. Наша съемочная группа обратилась к сотрудникам магазина «Космос», чтобы узнать, когда восстановят лестницу. За закрытыми дверями без камеры нам сказали, что ее сделают в ближайшее время. Телеканал «Первый Карагандинский» будет следить за ситуацией. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев. «Первый Карагандинский». К другим новостям. Настоящий бэби-бум в Караганде, но только в местном зоопарке. Недавно здесь появились на свет сразу пятеро таджикских козлика. Наш корреспондент Николай Кровец один из первых познакомился с ними и увидел других маленьких очаровательных животных. Лето – благодатная пора для Карагандинского зоопарка. Появление малышей – всегда радостное и долгожданное событие. За последние месяцы здесь родились больше 20 животных. Среди них пятеро весёлых и прыгучих козлика. Правда, они не чистокровные, а гибридные существа. Их дедушка был винторогим козлом. И его соединили в связи с тем, что долгое время не было возможности приобрести самочку с обыкновенной домашней козлочкой. Но, тем не менее, они каждый год прекрасно размножаются. Они очень радуют детей. Дети стараются к ним как можно ближе подойти, чем-нибудь их накормить. За последние два месяца в Карагандинском зоопарке настоящий бобибум. Появился верблюжонок, муфлон, лани, бентапские курочки и весёлые попугайчики. По словам сотрудников зоопарка, практически все – мальчики. «Порадовали нас в этом году только лани. В семье у лани появилась одна девочка. А вот все остальные козлики винтороги таджикские. Очень верблюжонок нас порадовал, который родился в этом году. Но он тоже мальчик. И вот как-то так получилось, что даже среди цыплят и то большее количество петушков. В общем, одни сплошные мальчики». В день рождения нашей столицы в Карагандинском зоопарке запланирована большая концертная программа. Здесь можно будет познакомиться не только с коллекцией наших зверюшек, но и поучаствовать в весёлых конкурсах и викторинах. Николай Кровец, Жаслав Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде открылось первенство республики по плаванию «Весёлый дельфин». Чемпионат собрал в шахтёрской столице около 250 спортсменов из 13 областей. Сегодня в спорткомплексе имени Нуркена Абдирова свой заплыв совершают около 250 спортсменов. Возрастная категория – от 13 лет. Это второй этап первенства «Старт» прошёл в городе Петропавловск. Заключительные соревнования пройдут в октябре. По словам тренера областной школы плавания Николая Цверкунова, наши пловцы в прошлом году заняли второе место по республике. В этот раз они пытаются также показать отличный результат, однако им не хватает расширенной базы для подготовки. Нужен бассейн в 50 метров. В спорткомплексе он только на 25, что усложняет тренировки пловцов, заверяют специалисты. Такой большой город с такими традициями плавать нужно обязательно полтинник. Вот сейчас у нас нет. Нет, надо обязательно для Караганды строить такой бассейн. О новостях на сегодня всё. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Увидимся в эфире «Амам Болгстар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова